Самое время приготовить свои столовые приборы, потому что сейчас в студии включается наш завтрак от шефа. И сегодня у нас в гостях Евгений Садовский. Это значит, мы сегодня отправимся в Азию? Почти. Что вы сегодня приготовили? Да, мы сегодня приготовим яйцо пашот с голландским соусом, подадим его с авокадо. И цветами. И с цветами. Почти стандартный завтрак Марианы, авокадо, яйца пашот. Нет, я всегда только цветы. Всегда только бекон. Хотя, судя по мне, бекон, а судя по тебе, Мариана, только... Ну, распределили, теперь будем готовить. Давайте готовить. Порезать авокадо. Ты хочешь или... Не, но, Мариан, у тебя больше опыта резать авокадо, чем у меня. Хорошо, что авокадо резать. Так, значит... А я подготовлю зелень. Что у нас за травка сегодня? Это шиса, азиатская. Шиса-крес азиатская. Обратите внимание, какое у нас... Так, все, мы посадили. И, возможно, к следующему эфиру авокадо прорастет у нас под нашу сторону. Это Скарлетт Крес. Скарлетт Крес? А вы показываете в камеру Скарлетт Крес? Да, здесь мы добавим немного вкуса свеклы. Класс. То есть каждый из этих салатов определяет... Имеет свой вкус. Имеет свой вкус. Евгений, ваш ресторан, допустим, приходит и видит разнообразие салатов. Бабушка Ильи, допустим, приходит и говорит, можно ли мне семена на рассаду. Бывает такое? Пока не было такого. Не было, не было. Слушайте, ну я бы взял, потому что и свекла, и шиза, и какие еще вкусы есть? У нас есть еще вкус черного перца, зеленого лука, горчицу мы добавили, добавили немного кислинки щавеля. Вот, и добавим базилик. Обалдеть, то есть это все вот этими маленькими крес-салатами, да? Это маленькие? Да, 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 маленький базилик. Мы выставляем на тарелку. Авокадо, да? Да. Итак, у нас есть две тарелки, черная и белая, и не, это женская часть, я не мужская, а черная. Самое время... Выкладываем авокадо. Да, выложить авокадо. Мы сделаем сегодня два варианта, мужской и женской. Чем они будут отличаться, Сергей? Один спустя сделаем с копченым лососем, второй с жареным беконом. Вот, все, бекон, лосось. Сюда можно лососика положить? Да, мы выкладываем горох. Горох. Салатный горох. Слушайте, но он отличается вот от того гороха, который у моей бабушки рос на даче? Попробуйте, я думаю, что он практически такой. Вспомнила мультик про хому и... Это все такое. Следующее, что мы сделаем, мы обжарим бекон. Без масла. Без. Разрежем на две части. Разрезать весь бекон? Ну да, да. Выкладывать? Есть. Да? Да. Все, отправляем бекон поджариваться на... Сковородку. На наше солнышко, я бы сказал. Студия, включайся. Следующее, что мы делаем, пока у нас обжаривается бекон, мы выкладываем на женскую часть нашего авокадо. Пожалуйста. Ломтики. Лосось. Копченого лосося. Каким образом мы его выкладываем? Красиво? Красиво. Красиво. Ну, у всех понятия красоты разные. Красиво, понимаете. Какая у тебя машина красивая. С помощью горелочки мы ускорим процесс и придадим дополнительный такой вкус. Татаки по-японски называется. То есть это опаливание открытым огнем. То есть он такой хрустящий палец. Нет, если что, конечно, в крайнем случае, друзья, вы не волнуйтесь. Все нормально? Все хорошо? МЧС не волновалась. Все, у нас есть. А где взять такую горелочку? Я хочу с такой парки бегать с ночью. Я часто бегаю. Если что, он под столом. У нас все готово. Как красиво он запекся, да? После чего мы выкладываем точно так же. Красота. Я подам. Выкладываем мутики нашего бекона. Роскошно. Вот это, я понимаю, мужской завтрак. Горох, авокадо и сало? Все готово. Ну почему сало? Это бекон. Нам осталось дело за малым. Мы сейчас сварим яйцо. Пашот. Делаем горочку. Мы добавили сюда... Уксусо немножко? Уксусо, чтобы как ассорбировать белок. Я правильно сказала? Марьяна, I need help. Итак. Ну что, вы готовы? Три, два, один. Смертельный номер, Марьяна. Я немного волнуюсь. Просто разбивайте. Да, в серединку. И аккуратно в серединку. Класс. По-моему, случилось чудо, нет? Не случилось? Да, нормально все. Второе? Да, второе можно закинуть. Куда тоже? В серединку. Серьезно? То есть можно брать и готовить два яйца по шутам? Будем пробовать сейчас. Слушайте, ну это верх мастерства просто. Так, ну у нас практически готово, нам останется только достать, то все. Сегодня мы используем цветы бинблоссом, это бобовые цветы, и кикуна лифс, листы со вкусом моркови. Как вы все это запоминаете? Ничего себе. Просто на самом деле, Евгений недавно пошел на курсы английского, и кикуна лифс, бинблоссом. Как говорится, назовите вещи по-английски, они сразу приобретают другой вкус. Сразу увеличивается цена. Правда морковка? Это очень интересно, что трава... Заменяет вкус овощей. Вкус овощей, да. Задача вот этих вот кресов, это сделать так, чтобы мы могли играть со вкусом. То есть изменить вкус бекона нереально, но сделать микс из овощей намного проще, и вырастить овощи, чем И как бы морковки нет, но она чувствуется. Достаем яйцо и выкладываем сверху. Оп. Есть. Роскошно. И еще один вариант. Еще один вариант у нас. Следующее, что мы делаем, сейчас польем голландским соусом. Расскажите, какой состав голландского соуса? Голландский соус готовится на основе сливочного масла. Очень много там сливочного масла. Яичных желтков. И для вкуса добавляем сок, соль, перец, сок лимона либо лайма. А мука? Сколько нужно примерно сливочного масла? То есть пачка сливочного масла? На две пачки сливочного масла, на 360 грамм, две пачки сливочного масла, мы берем 4 желтка и все. То есть особенность этого соуса голландского, то что он готовится на сливочном масле. По технике приготовления это майонез, французский. А он готовится на оливковом масле, майонез. А это делается на растопленном сливочном масле. То есть если вы на диете, то лучший голландский соус... Ну, голландский соус подается к точным породам рыб. То есть если мы готовим рыбу нежирную, то рекомендуют этот соус. Так, вот. О-о-о! Похоже на заварной крем. Пошло украшательство. Слушайте, ну вот я всегда удивляюсь. Когда Евгений в нашей кухне... Творятся чудеса? Да все так красиво, на самом деле. Ну, это, конечно, я вам скажу... Это чудо. Это чудо. Это не в столовку сходить, да? Красота. Давайте еще один. У каждого цветка должна быть пара. Смотрите, как красиво. Мне кажется, это так же и вкусно. Друзья, в студии включайся. Яйца пошут на авокадо с беконом и лососем. В общем, и я, в студии включайся, от Евгения Садовского. Приятного аппетита. Как по-японски приятного аппетита? Бон аппетита. Вот.